Всем приветики! Хотел бы вам показать теперь мои результаты по поводу хамстера, хамстер-комбата. В итоге получилось у меня получить 2040 монет с двух аккаунтов. С одного там 1600, с другого где-то 400, ну почти 400. У Маты получилось 2000. На момент получения это было где-то 23 доллара, и тогда я не смог зайти на Binance, чтобы продать, потому что была жесткая нагрузка, и тогда он стоил 0.01, ну короче 1 цент. Я тогда не мог зайти вообще на Binance, потому что не писал ошибку, там все такое. Вот, и пришлось ждать, а когда я уже зашел, он стоил намного меньше, и я только за 14 продал, потом купил, потом опять продал, потом опять купил. Короче, я занимаюсь таким перепродать, ну короче, трейдюсь. Вот. Как вы помните, я получил доксы, у меня было 49 880 доксов, что-то такое, уже не помню. В итоге получилось натрейдить на 50 500, и при этом еще натрейдить 8 долларов. Ну короче, ну доксы потрейдил, и хамстеры потрейдил, и натрейдил 8 долларов. То есть мои доксы у меня как были, так остались, и хамстеры как были, так остались. Плюс сверху 8 долларов натрейдил, что достаточно неплохо, особенно для новичка. Вот. Но при этом я много ошибок совершал. Часто продавал тогда, когда можно было подождать и продать дороже, и покупал тогда, когда можно было подождать и купить еще дешевле. А именно, вот если вот взять хамстер и взять еще докс, сейчас посмотрим, где мои доксики. Доксики. Вот, если мы зайдем на рынок, на криптовалютный рынок, то мы увидим, что очень долго грузится у меня страница. Вот, и здесь, кстати, отображается покупки. Вот, B, buy, покупка. Получается, я продал по цене какой? 0,09. Потом купил по цене 8,200, потом продал. Продал, ну, увидел, что падает. Получается, это можно было еще ниже купить, но я увидел, что падает. То есть, продал за 70,99, а купил за 6,700. Хотя можно было... Короче, да. Продать нужно было вот здесь повыше, а купить вот здесь пониже. Но, тем не менее, я просто здесь увидел, что оно начинает потихоньку расти. Просто оно жестко так падало. Но я здесь, я вижу, что оно начинает жестко падать. Продаю хамстеры. Оно падает, потом начинает расти. Я вот здесь продал. И здесь надо было купить. А я не купил. А потом уже, когда зашел, я уже был где-то, ну, здесь вот в момент роста. Я думаю, ну, все, уже поздно покупать. Оно растет. А потом, когда оно начало опять падать, я опять купил. Потому что оно, по идее, оно, наверное, еще немножко, мне кажется, должно вырасти. И когда оно вырастет, я продам. Ну, а потом, в итоге, мне кажется, оно должно упасть. Потому что, ну, вот кому нужен хомяк? Тем более после того, как они всех так жестко обманули. Хотя, с другой стороны, если, как они сказали, 160 миллионов человек получили свои, ну, хамстеры. И пусть, допустим, из них получили там, ну, не все. Там, может быть, какие-то левые аккаунты были. Ну, допустим, хотя бы 100 миллионов, и все по 20 долларов. Это же с какие деньги? То есть, 20 долларов на 100 миллионов. На 100 миллионов. Это, а, нет, я не туда посчитал. Ну, короче, это очень много. На 100, раз, два, три, раз, два, три. 100 миллионов. Это сколько? Это 2 миллиарда, получается, что ли? 2 миллиарда долларов они раздали? Так это жестко, на самом деле. Даже если по 20 долларов, 100 миллионам людей раздать, это 2 миллиарда долларов. Это жесть, какие-то деньги. Ну, то есть, они не могли, мне кажется, раздать больше. Ну, естественно, все расстроились. Вот, и я думаю, ну, нет у них будущего, типа, вот зачем их покупать? У доксов, говорили, будет маркетплей запущен, где можно будет доксы тратить. То есть, по сути, доксы еще пригодятся. А зачем хамстеры пригодятся, я не знаю. И, по идее, они еще могут, ну, вот, могут, по идее, вырасти. Поэтому я их купил. Но потом, в итоге, мне кажется, они должны вообще упасть и стать никому быть не нужны. Потому что, ну, а зачем они? Что с ними делать? Вот. А на доксиках, на доксиках я тоже сделал такие мувы, что, вот, сначала продал, потом пониже купил, повыше продал, пониже купил. И сейчас, естественно, если я пониже купил, то, чтобы продать, мне нужно, чтобы оно выросло выше, чем я купил. То есть, вот, если я по этой линии купил, оно еще даже не доросло до той линии. Хотя я рано купил. Ну, нужно было вот здесь купить. Я купил за 9700, а мог бы купить за 8300. Короче, я ошибки делаю. Я купил, ну, намного дороже, чем... Если бы я купил за 8700, я уже сейчас мог бы продать и получить плюс прибыль. Вот. Ну, а так мне нужно ждать, пока оно так стрельнет, неслабо. Ну, как бы. Ну, явно вырастет, чем больше, чем я покупал. И тогда можно будет продать. Вот. Но продать не с целью избавиться от них, а с целью трейдинга. Продать дороже, купить опять дешевле. Ну, на этих вот скачках зарабатывать можно. То есть, взлетело, продал, упало, купил, взлетело, продал. И так постоянно. Главное, тоже ошибку не совершить. Потому что ты можешь продать, когда она будет стоить, ну, мало. А потом она взлетит очень жестко. И тебе будет обидно, что ты мог чуть-чуть подождать и продать дорого. А ты не продал, она улетела. И ты уже не можешь войти обратно и купить. Потому что цена уже стала, там, я не знаю, в 10 раз больше, чем у тебя была. И, естественно, все, ты уже не купишь. Поэтому здесь тоже можно ошибки совершить. И главное вот этот момент, ну, понять, как бы, когда будет падать, а когда будет расти. И в тот момент, когда расти, не продавать. А вот когда уже она выросла и начинает падать, вот тогда уже можно продать. Хотя тоже она может начать падать, а потом как скакануть. Короче, ну, тут, ну, тут, короче, да, это не так-то просто. Когда смотришь на историю, кажется, почему я здесь, ну, я мог быть здесь, я мог быть здесь. Но когда находишься вот именно в моменте, который происходит сейчас, ты не знаешь, что будет дальше. То есть вот, по идее, оно должно расти, но оно может резко и упасть. Хотя никаких, конечно, нет предпосылок на то, чтобы жестко начали сливать. Хотя, с другой стороны, выходит через какая-нибудь новость, что там что-то с Телеграмом случилось, или с, ну, с разработчиками Докса, или еще с чем-нибудь, и тогда жестко полетит. Просто из-за новости, потому что все подумают, о, все, не выйдет маркетплейс, все, все, все накрылось, продаем. А потом другая новость выйдет, что, а, нет, это ошибка, все нормально. И тогда резко все обратно полетит. Короче, ну, тут, как бы, да, можно тоже влипнуть. Вот, поэтому. Ну, пока нормально все получилось. Хотя, не, была у меня ошибка жесткая. Я вот здесь купил, когда оно достаточно дешево стоило, а потом продал здесь, когда чуть-чуть... Ну, вот, короче, сейчас покажу, если получится увеличить. Вот, я покупаю здесь, когда оно, ну, так неплохо упало. А потом оно выросло досюда. Я думаю, ну, все, сейчас будет падать. И продаю, чтобы когда упадет, снова купить. А оно как взлетело. Я такой, блин. А потом оно упало. И, в принципе, это была та цена, где я продал. Но чуть больше. А потом как взлетело. И, по идее, вот, когда я здесь продал... Нет, вернее, я здесь купил. Продать нужно было не здесь, а вот здесь. Я продал за 9 900, а мог продать за 11 600. Это я бы заработал бы максов, я не знаю, 5-10. А я заработал только, наверное, доллар или 2, там что-то такое. Короче, блин. Ошибки я делаю. И с этими вот линиями, как бы, я пока не умею это все анализировать. Когда, в какой момент пойдет. Но сейчас, по идее, нет предпосылок для того, чтобы падало. И, по идее, оно должно потихонечку расти, расти, расти. Тем более, что доктики там что-то пишут, что они там что-то будут делать и все такое. Вот, поэтому должно расти. И вообще, в целом, доксы должны, мне кажется, серьезно вырасти. Потому что не просто так же выпустили надкоин и раздали его в таких огромных суммах. Люди столько денег заработали и доксы, чтобы потом просто закрыться. У них большие планы на проекты, и я думаю, они еще жестко вырастут. Поэтому, когда я продаю свои доксы и вижу, что оно полетело, мне становится обидно, что вдруг он сейчас начнет стоить там вообще очень дорого, а я все продал. Вот. А когда оно у меня лежит, пусть даже оно дешевеет, и я не парюсь. Я знаю, что оно потом подорожает. И, ну, я не так расстраиваюсь, когда вижу, что оно дешевеет. Но у меня есть в кошельке доксы, чем как тогда, когда я вижу, что оно дорожает, а у меня в кошельке нет доксов. Тогда я прямо вообще расстраиваюсь, потому что думаю, а вдруг оно сейчас вообще как улетит до доллара. А я все продал за центы. Вот. Ну, короче, такие вот у меня делишки. Но Хамстер, да, никого не порадовал. Доксы намного больше подрадовали. Ну, плюс у меня еще радует, когда у меня, получается, трейдится, когда залезают мои сделочки, и у меня вот уже 8 баксиков накопилось. Хотя, если бы не мои ошибки, здесь могло бы уже быть 20 баксов. Ну, вот. Такие делишки у меня. Ну, собственно, на этом все. Дальнейшими успехами буду тоже дальше делиться. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok